НЕВАРОВ! У-у-у! 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 НЕВАРОВ! У-у-у! 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 Пока в зале происходит веселье, за кулисами артисты волнуются и готовятся к выходу. Выступление в Островском психоневрологическом интернате миссия особая. Здесь проживает 102 человека, инвалиды первой и второй групп. Но непосвященный зритель и не поймет, что это люди с ограниченными возможностями. Такому количеству искренней радости, веселья, улыбок позавидует любой банальный корпоратив. И забудем про снежинки. Психоневрологический интернат в селе Остров стал еще одной точкой, куда приехали представители муниципалитета и волонтеры акции «Исполни видную мечту». Целый месяц перед Новым годом неравнодушные жители Ленинского района собирали подарки для детей и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня акция проводится не только в Острове, но и по всему Ленинскому району. Сегодня развозят подарки от Деда Мороза в семьи, где воспитываются детки-инвалиды. Эти ребята тоже писали письма и постарались организаторы акции реализовать те желания деток в этих подарках. Стоит думать, что теперь проводить досуг в Островском психоневрологическом интернате будет куда веселее. Дед Мороз привез проживающим здесь целых два подарка. О втором, правда, он, видимо, по старости запамятовал. Подарки были восприняты с восторгом, еще бы. Вчера написал письмо Деду Морозу, а сегодня желание исполнилось. Мы взрослые люди знаем, что такого чуда, как Дед Мороз, конечно, не бывает. Но нам с вами дано понять чудо другое – доброты человеческого сердца. И это, наверное, куда важнее. И у этих двух подарков есть конкретный автор Людмила Вашмакова. Она также проживает в деревне Островцы и часто бывает в интернате. Все, кто может хоть чем-то помочь таким заведениям, я считаю, что каждый обязан хоть какую-то лепту внести. Когда видела, как они веселятся, мне казалось, что я не смогу даже сказать двух слов, потому что я сидела и плакала. В конце представления сладкие подарки из рук сказочных героев получили все. Новогодняя благотворительная акция закончится, но хочется надеяться, что не закончится эстафета добрых дел. И пример тех, кто дарит радость людям с ограниченными возможностями, растопит лед равнодушия, с которым, увы, нередко сталкиваются все, кто нуждается в помощи. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева. Видное ТВ.